Привет, мои дорогие! Это ваш расклад на будущую неделю. И я буду делать для вас расклады на двух колодах, как традиционно я это делаю в основном всегда. И это на картах Таро и на картах Ленорман. Приглашаю вас на расклад, чтобы просмотреть детально и конкретно каждый день недели и получить помощь для себя. Неделя будет стремительная, будет многое происходить. Видите, эта карта Колесница была на дне колоды у нас, на картах вот таких Таро Провидцев. Вот они на этих картах, а также на картах Ленорман. Мы будем сегодня рассматривать для вас вот эти замечательные лиловые и вишневые сумерки, чтобы узнать всю правду о вашей судьбе, мои дорогие. Ну вот, устраивайтесь так, чтобы вам было удобно и ничего не мешало. Я отложила разделитель колоды. Если вы сомневались, вот видите, эта карточка разделитель колоды. Я отложила разделитель колоды. И сейчас будем начинать расклад. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас в жизни все складывается, что у вас сейчас в жизни происходит, и что бы вы хотели, чтобы я посмотрела для вас на картах. Я отвечаю всегда в следующих видео на ваши комментарии. Ну вот, Ленорман готов. Здесь две колоды, лиловые и вишневые карты. Два раза по 36, то есть целых 72 карты. Ну и карты Таро, вы знаете, 78 карт. То есть много-много помощников, много советников, много тех, кто вас любит и заботится, потому что каждая карта отражает, конечно же, ту энергию, которая вам идет в помощь от высших сил. Слова высших сил, как энергия, да, в этих картах. Ну вот, все готово. Начинаю я с понедельника. Что принесет понедельник? Карта номер раз. И карта номер два. Две карты на понедельник. Таро говорит, что вы будете уходить от каких-то трудностей. Это шестерка меча. Понедельник — это день, когда вы решаете какие-то проблемы застарелые. Например, прокрастинация. Если была касательно чего-то в вашей жизни. Например, вы откладывали какой-то сложный, может, имел написать на чужом языке, а не вашем. Или же там были какие-то трудные вопросы, где вам сложно было все это сформулировать. И вы решите это все сделать. Вам станет легче на душе, потому что вы сделали то, чего боялись, или то, что не хотели делать на протяжении какого-то времени. Здесь тоже карта шестерка меча говорит, что вы уйдете от каких-то трудных людей, которые, может быть, в вашей жизни не нужны вам. Они ни в коем случае не хотели ничего хорошего для вас сделать. Они, наверное, стремились себе помочь. И вот такие люди могут возникнуть в понедельник, сказать, что, мол, хочу у тебя то и то, сделаем или давай встретимся, о тебе поговорим. Знаете, что они обманывают. Все, что они хотят, это украсть у вас энергию. Шестерка меча — это уход от сложных людей. А также эта карта говорит о дне, когда, может быть, нужно воздержаться от покупок или не доверять каким-то, может, мысликруткам, потому что мысликрутки могут быть неправдивы. Это так часто бывает, когда мысли у нас связаны с тем, что мы себя ругаем или обижаемся на судьбу или на кого-то. Понедельник, весь этот день, вот здесь вороны. Какой-то день такой, где вы будете чувствовать, что вам нужно что-то сделать, нужно решить какие-то насущные дела, застаревшие дела, которые вы прокрастинировали, и вам станет легче, когда вы их решите. Если вы хотите просто отодвинуть дела на потом, вот по шестерке меча ни в коем случае этого не делайте, потому что когда вы отодвигаете дела на потом, вы идете в направлении каких-то иллюзий. По шестерке меча кажется такой якобы уход от трудностей, но часто это уход в иллюзии, потому что когда мы откладываем дела на потом, они не делаются, они наоборот еще сложнее становятся. Так что вот здесь, даже если не хочется, сложность, делайте это в понедельник, не пожалеете. Карта-якорь, и вот вы почувствуете какую-то уверенность в себе, вот трудно было к этому человеку позвонить, или опять же какое-то дело решить. Вы скажете, ну так не хочу, я уже это откладывала и на прошлой неделе, и на позапрошлой неделе, и на будущей неделе, не буду откладывать. И тогда, когда вы сделаете это все, понедельник, если день будет активным, вы делаете то, что трудно, и то, чего не хотелось, вот у вас будет результат, стабильность, такое чувство, ну я молодец, и это не было так трудно. Вот якорь говорит, что это дело, которое вы откладывали, оно оказалось не таким трудным. Вы все решили, и оказалось это все просто легко. И так на сердце отлегло, потому что теперь уже не висит над вами, да, вот такой понедельник, очень интересный день, но стабильный, вы достигнете результата, и сразу поймете, так это не трудно было, нужно было давно это сделать. Итак, это у нас был понедельник. Давайте смотреть на вторник, мои дорогие. Что вам принесет вторник, какие энергии будут вами управлять, и что хорошего судьба может дать вам. Так очень хорошо с такими раскладами планировать свою неделю. Одна карта из Таро, и как обычно Ленорман. Кстати, некоторые люди любят больше ли Таро, и они выбирают себе только Ленорман, или только Таро, тоже можно. Или в разные моменты будете просматривать, по-разному будете это все чувствовать, выбирать можно разные карты. Но я советую смотреть... А, упала одна карта, я достану. Я советую смотреть вам в любом случае обе карты, и обязательно получите подсказку и помощь себе. Одну секундочку, я достану ту карту, которая упала, мои дорогие друзья. Хорошо? Вот. У нас на вторник тогда получилось две карты, потому что одна упала из колоды, и это карта «Медведь». Мощный день и по судьбе. Но это встреча мужчины по судьбе. Очень многих будет возможность. В общем, высшие силы Вселенной дадут вам возможность встретить любовь, или возможность встретить благодарного заказчика, приличного начальника, да? Получить рабочее место, которое вам вообще по судьбе, и вы будете очень довольны, что заявили на эту работу. Карта судьбы. А это также карта, может, какой-то ежедневник вы записываете. Обучение, да? Обучение, которое сделает из вас начальника. То есть вы чему-то обучаетесь, что принесет вам новые деньги или успешную карьеру. Мощный день, активный день, очищение от негатива часто. Медведь чистит от негатива. Судьбоносный день. Вторник. Старший аркан. Повешенный. Вот смотрите. Если повешенный вместе с картой «Медведь», вот если такой медведь зимой проснулся, он, это вишневые сумерки, такой он раздраженный, да, потому что его разбудили какие-то лишние звуки, или люди пришли в лес, кто не должен был туда приходить, и он такой немножко злой. Вот. И медленный на злость. Ваш мужчина, например, не будет раздражаться. С ним можно будет поговорить на какую-то серьезную тему, и вы найдете правильные слова, чтобы не обижать другого человека, да. То есть ваш мужчина не будет на вас раздражаться. А карта повешенная — это «Медленный на гнев». Знаете, как написано у апостола Павла, «Любовь медленная на гнев». Это настоящая любовь. Действительно, человек, который нас любит, он медленный на гнев. То есть он у нас не замечает недостатков, а все любит в нас и принимает нас просто, какие мы есть, потому что просто любит и все, да. Вот это «Мужчина по судьбе» или, опять же, активный день поиска работы, удачной покупки, информация какая-то по вашей профессии. И «Медленный день», «Медленный». Карта повешенная — это не просто «Медленная карта», нет. Старшие арканы — они все ощущения, самоощущения вызывают, которые вам необходимы. И это самоощущение такой иллюминации ума, да. Когда вот повешенные, то в голову больше крови, как бы и больше. Ну, можно йогу сделать, например, позу собаки, да. Ни в коем случае не стойте на голове, если не умеете. Ну, позу собаки можно сделать, да. Или позу отдыхающего ребенка. Есть такие позы, которые дают возможность мозгу получить питание очень полезное, да. Сделайте такую растяжку на полу вечером. Эта карта советует. Потому что в карте повешены иллюминации ума. То есть будут приходить мысли конструктивные, смелые, боевые мысли. Мысли, которые позволят вам получить новую информацию. Теперь век информации. Теперь так важно получать правильную информацию из первых рук у людей, которые квалифицированы в той или другой области. Потому что важно знать, что век информации информация всякая бывает. И бывает и ненужная вам, и мусорная, любая. Так что выбирайте, какую книгу читаете. Выбирайте, что слушаете. Выбирайте негатив, не выбирайте. Выбирайте только позитивное и что-то очень хорошее. Так что я здесь вижу, что у вас будет абсолютно все замечательно. Я очень рада видеть эти карты вместе. Но старший арканок говорит о том, что вторник будет день очень важный. А также день отдыха. Не торопитесь никуда. Никуда. Например, захочется купить что-то или кто-то настаивает. Вот купи только сегодня, это скидка. Не покупайте. Потому что нужно подумать. Обдумайте все. Взвесьте. Буквально на бумаге напишите. Видите, книга имеет две стороны. За и против. А потом уже решите. А еще лучше. Запишите на бумаге. А потом поговорите об этом с кем-то из своих любимых или друзей, родных. Чтобы в их присутствии принимать правильное решение. И вот эта карта сильного здоровья. Прекрасного иммунитета, выздоровления. В общем, очень хорошая карта. Так что вторник хороший день. Но смотрите, если понедельник был день, вот он связан был с тяжелыми какими-то занятиями, которые вам, вы будете довольны, что сделали, то во вторник у вас медленный, такой уверенный день, где вы самостоятельно принимаете решения, добиваетесь огромных результатов. Потому что медведь — это всегда результат. Медведь в лесу, ну это символ, да? Метафора такая. Ну важно, метафора, она живее всех живых. Медведь в лесу самый главный. То есть на вашем предприятии вы самый главный человек. У себя дома вы тоже самый главный человек, женщина, не важно, человек. Мужчины пишут мне, а когда будет для мужчин? Ну для всех. Одинаковые люди. Одинаковые люди теперь 21 век. Теперь не то время уже. Мужчины, спуститесь на землю. Итак, теперь я буду смотреть на следующий день. Это среда. Карты готовы. Смотрите, это паш-чаш. Кто-то хлопочет, встретится с вами, познакомится, увидится, прийти на встречу, прийти на разговор. Кто-то хочет быть с вами, кто-то вас любит, кому-то вы не безразличны, кто-то о вас заботится. Это хлопоты или заботы о любви. Может кто-то знает вас, или же, например, поссорились, хочет помириться. Кто-то следит за вами с любовной целью, то есть следит не с целью там что-то сделать плохое, наоборот, поддержать вас. А также в среду может быть не очень хорошая погода, потому что карта тучи. И хлопоты любовные не увенчаются успехом. Например, кто-то хочет с вами встретиться, у вас другие планы. Или, например, вы с кем-то хотите встретиться, а кто-то говорит, нет, подожди, сегодня не могу, могу завтра. Не обижайтесь на этого человека. Не принимайте все на свой счет. Этот человек ни в коем случае не хотел вас обидеть или еще как-то. Просто сейчас действительно другие обстоятельства. У человека другие какие-то задания есть жизненные. Может быть, другие планы именно на один день. Но этот человек вас не отвергает, а просто временная задержка. Временная задержка в каких-то важных делах, которые вы делаете. Это может быть, кто-то позвонит, отменит какое-то время, которое вы назначили. Или этот человек в этот момент не может. Скажет, давайте перенесем ваше время на другой день. Не расстраивайтесь. Это ничего личного. Так бывает. Делайте что-то другое. И знайте, что будет тоже важно для вас понять именно в этот день, что так все складывается. И когда мы идем с атмосферой, которая в воздухе, здесь атмосфера тучи, мы на самом деле думаем, наверное, это так не нужно. Это день отдыха, может быть, или какой-то небольшой задержки в тех делах, о которых вы сейчас подумали. В общем, ничего плохого нет, но может быть, какая-то временная задержка в чем-то. Смотрим следующий. Карта сама выскочила и упала со стола. Такого у меня бывает очень редко. Смотрите-ка, у меня большой стол. Это не то, что я там где-то не знаю где. Вот у меня большой стабильный стол. Но карта уже второй раз выпадает из колоды. О чем это говорит? Наверное, говорит о том, что где-то кто-то из вас сейчас смотрит, кто может рассеянный, или же в тупике, не знает, что делать, и пропускает свои возможности. В общем, карта ответит. Что это? Сейчас я ее подниму, и вам обязательно скажу. Хорошо? Итак, смотрите, мои дорогие. Это восьмерка чаш. Это время прийти к чему-то, к чему вы давно стремились. Это не уход от чего-то хорошего. Нет. Это когда все так хорошо, что мы думаем, а что дальше? То есть, когда мы с жизнью своей делаем постоянно вот такие упражнения, все в порядке. Например, что-то вас не устраивает. Вы это организовываете, вы это изменяете. И у вас так все в порядке, что вы думаете, хорошо, что дальше? Я иду дальше. Это время идти вперед. Например, вы в отношениях встречаетесь, но пока не живете вместе. Время идти вперед, время уже думать о том, чтобы съехаться и жить вместе. Или, например, вы на работе, испытательный срок заканчивается, вы начинаете новую карьеру. Или вы только выучились, и это первая ваша работа, чтобы получить опыт. Ну, поработали полгода, опыт получили, и ищем другую работу, уже опыт есть. На том же самом предприятии вряд ли вас будут повышать так сильно высоко, потому что вы получили опыт первый, а на следующей работе вы уже скажете, у меня уже есть опыт, да. Здесь может быть время идти вперед, новая диета, новый уход за собой, новый какой-то распорядок дня, новый какой-то крем, по-новому одежду носить, только для вас присущий, не так, как у всех, и так далее. И здесь карта письмо. В среду, или это четверг у нас, это у нас четверг, извините, четверг. В четверг вы получаете письмо, сообщение от себя самой, время идти вперед, время уже не останавливаться, время может менять профессию, может подумывать о том, чтобы где-то что-то другое делать, или время подумать с тем человеком, с которым вы сейчас живете, почему не ладится. Это не то, что время уходить от него или от нее нет. Это время вам переоценить ценности. Вот четверг хорош для переоценки ценностей. И письмо – это разговор, или это свидание, или вот то, что было отложено в среду по каким-то обстоятельствам, какая-то встреча была отложена, или какая-то мысль, потому что она не решалась. Если какая-то мысль не решается, ее можно отложить на потом, и потом будет решение. То в четверг уже эта мысль решится. В четверг уже кто-то позвонит, закажет с вами свидание, встречу. Это тот специалист, который отложил в среду, скажет, давай в четверг, или давай вот-вот уже, я сейчас готов для тебя. И вы сами для себя готовы. Или если вы с человеком, своим домашним, как-то живете, холодок появился в отношениях, уже время уходить от этого холодка, идти прямо к солнцу и говорить, слушай, давай будем обновлять наши отношения. Давай будем вводить в нашу жизнь какие-то новые ритуалы, что ли, вместе делаем, какие-то новые принципы. То есть обновим наши отношения, потому что мы в последнее время перестали говорить друг с другом. Мы заняты, и ты, и я, мы заняты. Какая-то жизнь стала такая. Но когда мы не общаемся с нашими близкими, эта жизнь немножко бессмысленная, потому что самая главная в жизни это отношения с любимыми. И в четверг вот уже или придет письмо от любимого, с которым поссорились, хочет помириться, назначить свидание. Или с домашним, если вы вместе живете, вы сможете поговорить и прийти к какому-то общему знаменателю. Может быть, это письмо от дочери, сына, родителя. Вообще, ценные бумаги, письмо не обязательно же, письмо просто. В четверг могут какие-то ценные бумаги решаться где-то, или какие-то покупки очень выгодные, кстати, вы приобретаете. Потому что вы не растерялись и пошли дальше. Вы не посмотрели вот здесь, например, есть этот продукт и все. Вы посмотрели, что другие магазины предлагают. В общем, вы имеете выбор. Когда у вас есть выбор, то, конечно, это хорошо для вас. Смотрим дальше. Это на пятницу. Шестерка Пентакли. Очень хорошая карта. В пятницу получение денег или получение каких-то радостей. Шесть – это, конечно, для семьи, для быта, для ежедневной жизни. Такой лагом. То есть, когда всего достаточно. У вас будет в пятницу очень хороший день для покупок. Всего достаточно. Может, вы закупаете продукты на неделю в пятницу. Может, вы идете в ресторан, какой-то вас пригласят, и будет приятный ужин. И недорого, и хорошо провели время. Ведь мы идем на ужин не только, чтобы поесть, а в основном, чтобы пообщаться с тем человеком, с которым мы сидим напротив за столом. Карта Луны – это, наверное, подарок при Луне. Любимый может появиться и дать вам подарок при Луне. То есть, какой-то сюрприз. Действительно, какой-то небольшой подарок, как букет цветов. Или большой подарок, как свое сердце преданное. Это ваш собственный путь. Время может быть на прогулку. Даже если темно или не очень, неважно. Нужно выйти на прогулку. Может, и в индушопинг. Просто походить, посмотреть, что сейчас модно. На улице, где продаются какие-то модные вещи. Просто прогуляться. То есть, если дождик идет, можно по магазинам прогуляться. Если хорошая погода, вечером прогуляться. Ну, а здесь прогуляться в компании человека, у которого есть деньги. Который может на вас их потратить. Даже может быть так. Зайдете в кафе, зайдете в ресторан. Пятница какой-то радостный день. Радостный день, когда хочется просто петь от того, что на все хватает. Ведь Пентакли — это же не только деньги. Это помощь. Помощь от высших сил. Помощь от родных. И когда все хорошо. Шесть — это номер семейный. Так что в пятницу у вас все хорошо в семье. И это замечательно. Вы думаете, что я делаю? Я просто подключаю, чтобы свет не пропадал у меня с камеры. Потому что я записываю на компьютере. И компьютер у меня новый. И я еще не знаю, как подключить вот этот кофе-тайм, чтобы он не засыпал сам по себе. Так что вот почему я иногда что-то там кликаю или кликаю по-русски. Ну, в общем, вы поняли меня. Итак, суббота, мои дорогие. Что будет в субботу? Какие энергии будут вами управлять? Собака. Дружелюбная энергия. Это родные, близкие, друзья. У вас к себе хорошее отношение. Вот это самое главное — к себе хорошее отношение. Карта Луна опять вышла. Но теперь уже вторую. У нас была в пятницу карта Луна в Ленорман. И это удачные покупки. Луна для себя, лично для себя и так далее. Я уже сказала много. А в субботу у вас вот такая красавица Луна. Луна, знаете, это свой путь. Это какие-то свои таланты. Это свое здоровье. Это напитать свою энергию. Это получить энергию от дела, которую вы любите. В пятницу, вернее, в субботу можно заняться тем продолжением, в принципе. Не зря я сказала в пятницу. То, что вы делали в пятницу, продолжайте в субботу, потому что и там, и там Луна вышла вам. Луна — это когда вы делаете что-то с удовольствием для себя. Приготовили вкусный ужин. И это для себя родного и для других людей, которых вы любите. Это вы купили что-то для себя. Это сделать что-то для себя, потому что это персональная планета, очень сильная персональная, личная жизнь. Так же, Луна — это таланты, которые к вам перешли от вашего рода по наследству. В субботу занимайтесь хобби. Кстати, в пятницу вечером тоже не мешает, потому что опять же Луна повторяется. Занимайтесь хобби. Чем-то приятным. Хобби — это как медитация. Когда мы делаем то, что любим, время идет, и мы полностью погружаемся в то, что любим. И отдыхает мозг, отдыхают эмоции и отдыхают тело. Поэтому делайте то, что любите. Видите, собака любит вас. Это верный друг. Это, может, свидание при Луне с любимым человеком. Или самим собой, в конце концов. Или же вы выгуливаете свои домашние животные при Луне. Это тоже время для себя самой. То есть это время дружбы, любви. Может быть, подруга с другом встретитесь. Или любимый человек, который предан вам. Предан и выслушает вас, подскажет каким-то добрым советам. Главное, чтобы выслушал, правда, чтобы дал вам выговориться. Так на моих видео вы можете всегда выговориться, рассказать вселенной, чего вы хотите. И карты откроют вам тайны. Тайны вашей жизни. Дальше смотрим на воскресенье. Две карты. В воскресенье некоторые работают. Если у вас свои дела, вот как у меня, я работаю 7 дней в неделю. Потому что я люблю это делать. Ну и потом у меня есть ответственность перед моими подписчиками, чтобы выпускать видео регулярно. Но вообще-то я в любом случае делала бы это. Потому что обожаю это. И может быть, вы в воскресенье тоже работаете. Но если работа в кайф, она не утомляет. Итак. Смотрите. Шестерка жезлов. У нас уже была шестерка Пентакли на пятницу. 6 — это семейная карта, карта личной жизни. Номер. Очень-очень успешный номер, удачный номер. Это 2 тройки. Что такое 3? Это уже решение. И двойное решение у вас. На этой неделе вы решите дважды какие-то дела. На этой неделе вы сможете сделать в два раза больше, чем планировали. Потому что у вас будет много энергии. Как я сказала уже, карта «Медведь» во вторник. Видите? По судьбе вам именно очень судьбоносная неделя. Много энергии. Стабильная, интересная неделя. Сложный день будет в среду. Как я сказала, да, может быть и в понедельник. Эти два дня нужно просто не нагружать себя. Потому что день сложный. Если вы чувствуете какую-то нервность, вы знаете, что энергии этих дней сложные. И не нагружайте себя. Ну вот шестерки показывают, что и деньги будут на этой неделе. Достаточно будет на жизнь. Сможете все платить, на все хватит. А также энергии много. Шестерка жезлов. Люди вами восхищаются, вас любят. У вас какие-то есть успехи, за которые вас просто любят, восхищаются. На воскресенье вышла карта рыбы. Это очень счастливая карта. И шестерка жезлов — это энергия, которая даст вам любовь. Вот любовь дает энергию. Мы все знаем. Когда у нас есть любовь с партнером, это, конечно, дает энергию и партнеру, и нам. И всегда любовь — это восполнение сил. Каждый человек должен найти любовь. Не только физическую там с партнером. Нет. Любовь к делу, любовь к себе. Любовь к уютной жизни. А если нет такой жизни, ее можно себе устроить, потому что это все состояние души. То есть любовь к своему быту, к своей жизни, к тому, что вы делаете каждый день. На этой неделе тоже у вас получится, если вы захотите, что-то поменять. Если вам не нравится что-то в своем режиме дня или в том, как вы живете, как складывается день ото дня, вы всегда можете поменять это. Но эта неделя особенно такая будет успешная, если вы захотите что-то поменять в своей жизни. Потому что дважды вышла карта Луна. Луна — это перемены. Мы знаем, что Луна все 28 лунных суток все время разная. Поэтому, когда выходит карта Луна, ее главная характеристика — это перемены. Это идти с переменами, что-то менять, что-то добавлять, что-то делать по-другому. Даже чистить зубы там левой рукой. Или же что-то другое делать, но так, как обычно. Мысли не всем нужно доверять мыслям, а только тем, которые здравые. Бывают нам навязанные мысли от подселенцев, сущностей. Но это так в народе говорится, подселенцы, сущности. А на самом деле, да, это реально все. Поэтому не всем мыслям следует доверять. Луна — это перемены. Перемены в том, что дружелюбная вселенная, дружелюбные люди вокруг вас. И вы дружелюбные к себе. Но воскресенье — это восхитительный день. Вы победитель, у вас будет успех в чем-то. И это будет чисто персонально. У кого-то это профессиональный успех. Как я сказала, многие работают, и воскресенье тоже немножко. Если это в кайф. Если не в кайф работа, тяжелая работа, нужно хотя бы один день брать выходной обязательно. Потом вы победитель. Например, вы правильно питались, и за неделю у вас уже на один килограмм меньше весите. То есть вы победили свои привычки плохие. Если, например, вы увлекались чем-то слишком, это называется плохая привычка, когда мы увлекаемся чем-то слишком. Мы не должны ничем увлекаться, вы должны быть свободны от привязок. И шестерка жезлова — это когда вы победите. Победите себя саму. И от вас другие люди в восторге. Вас будут поздравлять. Это может поздравление на работе, потому что у вас получился какой-то проект, или вы сделали хорошую работу, и всем очень понравилось и так далее. И это помогло вам подняться на новый профессиональный уровень или больше заработать, потому что карта рыбы — это заработок, это деньги. И по этой причине у вас больше денег, и деньги, которые приходят, они вас радуют. Потому что что такое деньги? Это возможность что-то купить. Ведь деньги сами по себе, они вообще ничего не значат. Это возможность что-то купить для себя, для родных, возможности куда-то вложить, чтобы было лучше жить сегодня, и чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Вот это и есть. Может, в воскресенье вам заплатят. Или же это удобные, успешные покупки или продажи. Что-то очень хорошее связано с деньгами. Так же не забываем, что карта рыбы — это карта любви, это карта чувств. Это чувство благодарности, например, или чувство праздника. Вот видите, какая вы вся роскошная, вы говорите, как всё здорово. То есть это чувство праздника. У вас есть чувство праздника, а это значит, что вас Вселенная любит, и вам чём-то повезло, вы достигли результата. Меня иногда спрашивают, а почему я не чувствую этого в своей жизни? К сожалению, бывает на людях сглаз или порча, или подселенец у человека. То есть подселенец — это когда вы слышите какие-то мысли не своим голосом у себя в голове. И часто бывает, что вот ваша жизненная дорога, вот такая, праздник, деньги, любовь, а вы идёте по параллельной дороге, там этого всего нет. Вы, то есть, живёте не своей жизнью. Очень часто люди живут не своей жизнью. Очень часто. И мои расклады, они возвращают вас в свою жизнь. И тогда, мало-помалу, вы увидите, постепенно, конечно, всё, да, постепенно вы увидите, что вы, ну так нельзя просто выпрыгнуть, вы выходите на свою дорогу. Вам необходимо выйти на свою дорогу судьбы. Потому что судьба, Вселенная хочет для вас счастливой судьбы. Это несомненно. Но когда вы не чувствуете счастья, значит, вы идёте в какой-то параллельной реальности. И мы знаем, что есть параллельные реальности, и это не всегда сахар. Это иногда и с финансами плохо, и домашние вас не понимают. А значит, вы живёте в какой-то параллельной реальности. Вам нужно выйти из той реальности и войти в свою собственную. А это самоощущение. Это можно сделать. И карты вам в этом помогают. И я помогаю. Я знаю точно, что если вы позволите, Вселенная, она вас вернёт, как включит вас, да, в ту реальность, где у вас есть и победа, и деньги, и любовь, и всё самое лучшее. Кстати, в вашем гороскопе карта Луна, она и представляет вашу реальность. Потому что карта Луна — это реальность, это личный путь человека, да. Так что здесь я вижу, многие включатся в вашу реальность. И это вам позволит это всё испытать, вот испытать вот эти радости, которые здесь для вас предсказаны. Вот, мои дорогие, такой расклад по делу, чёткий, и, надеюсь, не очень длинный для вас. На предстоящую неделю пишите комментарии, пожалуйста. Мне очень важно это, чтобы знать, как у вас всё идёт. Я читаю всё. Три раза в день читаю. Обычно трачу один час утром, один час после обеда, один час вечером. Только на чтение комментариев. Поэтому пишите, пожалуйста. А на комментарии я отвечаю обычно в следующих видео, потому что я не могу ответить несколькими словами человеку. Каждый поймёт меня по-своему, да. Но на раскладах лучше ответить. Ставьте лайк или дизлайк, оцените мою работу, подписывайтесь, если не подписаны. Здесь всё для вас, конечно. Это очень выгодно и полезно для вас. Я знаю точно, что у вас будет замечательная неделя, замечательная жизнь. Я сделаю всё для этого, чтобы так и было. Чтобы вы были счастливы. У вас был миллион долларов, миллион друзей. Я надеюсь, что среди миллиона ваших друзей и найдётся скромное место для меня. Разделитель колоды обязательно должен быть, потому что иногда я читаю эти карты, здесь ведь две колоды, как раздельные. Поэтому есть разделитель. Я вас люблю, обожаю, желаю вам счастья. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.